Здравствуйте, с вами новости АТН, студия Александра Индихова. Вначале главные темы, коротко. Вчера на перехват, я с собой собачиваю, как очень быстро машина, куда поехала, полно висковых. Может ли Барвенкова стать новой горячей точкой? Кому выгодно распространение неправдивой информации? Сотрудники Харьковского СБУ задержали двух лидеров боевиков. Суть разговора сводится к тому, что сейчас всех курсантов будут отправлять на передовую, без оружия и тем более бронежилетов. Все это говорится с придыханием, закатывая от жалости глаза. Ошиваются возле военных училищ. Бабушки-диверсантки ведут свою войну с украинскими военными. Теперь подробности. Барвенково может стать горячей точкой. Информация о боевиках в городе, попытках вербовки населения и перестрелки распространяется в соцсетях и некоторых СМИ. Однако местные жители уверяют, большая часть информации не соответствует действительности. То, что в городе все спокойно, подтверждают и в райадминистрации. Репортаж Татьяна Датяк. Краматорск, Славянск, Донецк, Луганск. Боевые действия в горячих точках пока не выходят за пределы двух областей. Однако три дня назад паниковать стали жители Барвенково. Это уже Харьковщина. Со ссылкой на собственные источники средств массовой информации сообщали о неких военных, замеченных в городе, о вербовщиках, которые угрожают местным, если те не перейдут на сторону террористов, и о вчерашней перестрелке в центре райцентра. Новости о ТН связались с жителем Барвенково. В целях безопасности он просил его не называть. Говорит, люди переживают. В городе группами ходят неизвестные люди, военные роют окопы, на окраинах слышны выстрелы. Но информация о стрельбе в городе ложь. Опровергли ее и в райадминистрации. А еще один житель Барвенково, Виталий Солянек, рассказывает, да, в городе действительно много военных. Они ходят с автоматами, но это украинские силовики. Незнакомые люди, возможно, беженцы с горячих точек. У нас, на самом деле, очень много военных в районе. На самом деле, их много, они ходят с автоматами. Вчера, например, я особенно вижу, как очень быстро машина куда-то поехала, полно военных. Но это наши военных. Это не террористы, не сепаратисты, не еще там какие-то угруппования. Попытка прорваться в Барвенково была, однако боевики напороли с торостяжки, рассказывает Солянек. В целом, на границе районов и области, от Барвенково до Славянска, как минимум, пять блокпостов под особым контролем и проселочной дороги. Настроения в городе проукраинские, хотя встречаются и сепаратисты. К примеру, одна из них фотографировала военных и выставляла фото в соцсетях. Теперь у нее проблемы с милицией. Кроме того, на выборах в мэры Барвенково победил Александр Бало. Его жители называют проукраинским. Правоохранители держат город под контролем, проверяют подозрительных личностей и гостей города, уверяет уже главарой администрации Марк Беккер. Стрельбу действительно иногда слышно, однако это учение и не связано с боевыми действиями. Непроверенные слухи в соцсетях размещают скорее провокаторы для того, чтобы посеять панику среди населения. Неумение критически мыслить приводит к тому, что люди верят любой информации, даже не пытаясь ее проверить в других источниках. Поддаются панике и агрессии, анализирует психолог Алексей Макеев. Собственно, это говорит и нужно провокаторам. Необходимо понимать, что я подвергся, что это является следствием просмотра видеоконтента. Если я не понимаю, все рекомендации совершенно бесполезны. Я уже нахожусь в реактивном состоянии, я уже реагирую по ходу пьесы. Самый простой способ не поддаться панике – просто не смотреть новости. А если смотреть, то стараться делать это осознанно и анализировать увиденное. Вот у меня было состояние «до», потом что произошло? Я посмотрел новости в интернете, я посмотрел телевизор, и у меня состояние другое. То есть я делаю, соответственно, вывод, что мое состояние является следствием соприкосновения с этой информацией. Она на меня как-то повлияла. Что с этим делать? Самый такой простой способ – это найти сообщество, в котором я могу это обсудить. Правильно выбрать это сообщество тоже важно, ведь среди людей, ведущих дискуссию, могут оказаться еще менее информированные, но при этом более агрессивные люди. Тогда состояние может только ухудшиться. Татьяна Датяк, Алексей Антонова, агентство телевидения новости. Сотрудники Харьковского СБУ провели задержание двух лидеров-сепаратистов. Один пытался покинуть зону боевых действий второй территории Украины. В Изюме сотрудники СБУ и МВД задержали участника вооруженной террористической группы украинца, пытавшегося покинуть территорию проведения антитеррористической операции. У задержанного изъяли автомат Калашникова с подствольным гранатометом, магазинами и патронами к нему, а также ручной противотанковый гранатомет. По словам злоумышленника, боевую военную подготовку он проходил в полевом лагере в Ростовской области вместе с российскими военнослужащими. Обучали новобранцев действующие сотрудники спецслужб. Куда вас направили после тренировок в лагере? В Донецкую область. Какие задачи ставились на территории Донецкой области? Воевать. А более конкретно? Воевать в СБУ, обстреливать блокпосты, напитать на силу АТО. Ещё одного лидера сепаратистов из Краматорска Харьковская СБУ поймала во время попытки выехать в Россию. Иван Лысенко, более известный под псевдонимом «Псих», организовал и вооружил группу из 40 боевиков для дестабилизации ситуации в городе. По его же собственным словам, в Донецке он участвовал в захвате облпрокуратуры, в Краматорске штурмовал горы с полком и аэродром. Во время допроса задержанный назвал человека, от которого непосредственно получал распоряжение. Это фрагмент оперативной съёмки службы безопасности Харьковской области. Какое оружие вы имели при себе? Пистолет Мукарова. С кем из руководителей террористических организаций поддерживали контакт? Не по каким вопросам? Общался со стрелком. Задача ставилась уточнение дислокации украинских войск. По данным СБУ, по поручению стрелка, задержанный вместе с другими наёмниками, похищал людей. В частности, директора троллейбусного депо в Краматорске. Во время задержания у подозреваемого изъяты боеприпасы и флеш-носители с данными о проукраинских активистах Донецкой области. Сейчас правоохранители устанавливают все связи задержанных и выясняют их причастность к другим преступлениям. Галина Шподарева, агентство телевидения новости. Харьковские активисты сообщили о появлении бабушек-диверсанток, которые пытаются подорвать моральный дух харьковских военных. Аккуратно одетые, с документами под мышкой, общаются только с курсантами или молодыми ребятами в военной форме. В Харькове появились информационные диверсантки. Их труд со слезами на глазах наблюдали вчера днём возле одного из корпусов юридической академии активисты Громадской варты Слобожанщины, о чём тут же сообщили в соцсетях. Однако сфотографировать двух женщин у активистов не вышло. Заметив обращённое к ним внимание, дамы быстро ретировались. Но услышать, как напутствовали молодёжь женщины в возрасте, удалось. Стараются заговаривать с курсантами или молодыми ребятами в военной форме. Суть разговора сводится к тому, что сейчас всех курсантов будут отправлять на передовую. Без оружия и тем более бронежилетов. Всё это говорится с придыханием, закатывая от жалости глаза. Ошиваются возле военных училищ. Пока одни пытаются подорвать боевой дух в тылу, другие активно поддерживают своих родных. Анна Геращенко не понаслышке знает, что чувствуют те, кто с оружием в руках, сейчас отстаивают целостность Украины. На блокпостах за изюмом она частый гость. В качестве волонтёра обеспечивает всем необходимым украинских военных. Говорит, патриотизма им не занимать. Уходить с позиций не планируют. Шлют домой смс по желанию спокойной ночи и чтобы не беспокоились, они на посту. Но поддержка родных для них важна. Я знаю мужчину, который поехал за своим сыном и в данный момент он обеспечивает боевые позиции. То есть он там, он не кричит, заберите моего сына. Он привозит и говорит, для меня нету равных, неравных. Для меня на блокпостах все равны. Конечно, чтобы так поступить, нужна отвага. Однако поддержать близких можно и по-другому. После каждой поездки волонтёры привозят списки того, что необходимо на позициях. От носков и белья до касок и сапёрных лопат. А иногда, отмечает Анна, ролик сводится лишь в доставке вещей до адресатов. Недавно жена военнослужащего передала волонтёрам шесть бронежилетов четвёртого класса. Ещё один заказ волонтёры тоже не выполнили бы без посторонней помощи. У нас просили колёса Зиловские, для того, чтобы перевезти эту бронетехнику. То есть мы когда посчитали, мы схотели за голову, мы поняли, что мы даже не в состоянии обеспечить. Просто разместили в интернете и через неделю приехал бизнесмен, привёз эти колёса. Он даже не назывался. Мы не знаем, кто это. Всего за два месяца силами различных волонтёрских организаций, благодаря поддержке неравнодушных, на нужды армии было собрано около трёх миллионов гривен. Оксана Нечапаренко, Владимир Борох, Агентство телевидения новости. Среди родственников мобилизованных сейчас разные настроения. Есть те, кто помогает своим мужчинам держать оборону, а есть и такие, которые требуют от властей вернуть сыновей мужей с Луганщины обратно в Харьков. Сегодня они снова вышли на пикет. Около десятка человек собрались под областным военкоматом. У Елены Беспалой в Луганской области сын Иван. Женщина под областным военкоматом требует вернуть его домой или хотя бы обеспечить бронежилетом. Вместе с ней ещё с десяток жён и матерей. Они хоть и пикетируют военкомат, но на военное руководство уже не надеются. За последние дни родственники бойцов 22-го батальона ТРО успели самоорганизоваться. В места дислокации отправляют еду, собирают деньги на средства защиты. В Харькове в милиции служил, нормально службу отбыл, всё. И пошёл защищать мамы детей. И тоже сидят без бронежилетов, сорвали экипировку, пообещали. В лучшем случае бронежилет выдать. А вообще, конечно, ужас. Вот сейчас я жду бронежилет с Германии, тоже муж заказал. Привезут его завтра, послезавтра и тоже надо будет передать. Вчера вот отправляли машину, передали три бронежилета, которые мы сами лично собрали деньги на эти бронежилеты и передали продукты. Они просто сидят, сами себе установили, как будут нести караул. Потому что никаких приказов, абсолютно нет. Их просто привезли, и они себе сами там. С жёнами и матерями встречаются областной военком и заместитель губернатора Василий Хома. Чиновник подтверждает, 22-й батальон создавался именно для Харькова и области, а хранят стратегические объекты. Губернатор Игорь Балута даже успел составить перечень таких мест. Но генеральный штаб принял решение отправить бойцов на Луганщину. Бронежилетами, поясняет Хома, такое подразделение, как батальон ТРО, обеспечивать имеет право исключительно Министерство обороны. По титулу, который разработан для мотострелковых подразделений, по сегодня действующему титулу, не комплектуются, не экипируются бойцы бронежилетами. Но вопрос в том, что этот батальон выполняет сейчас другие задачи. И, соответственно, Министерство обороны, я считаю, обязано было укомплектовать бойцу бронежилетами. Родственницы бойцов батальона руки опускать не собираются. В ближайших планах поехать в Киев и обратиться непосредственно в Министерство обороны и к Верховной Раде. Светлана Сирок, Вячеслав Кузьменко, агентство телевидения новости. Харьковские военные врачи приняли присягу. Речь идет о студентах медицинского университета. Приказа сразу на фронт юноши и девушки не получили, но уверяют, готовы спасать солдат и офицеров в военно-полевых условиях. Пока помогают в военном госпитале. Белые рубашки, новая форма и долгие тренировки перед присягой. Четко стоять в строю и дружно кричать приветствие получается не у всех. Хоть и без нескольких минут офицеры, главное для них не строевая служба, а профессиональные навыки, умение под пулями и от пуль спасать военных. Учились и тому искусству четыре с половиной года. Среди военврачей и девушки, и парни. Мы медики, мы должны осуществлять свой долг. Как мужчины мы должны нести военную службу. И чтобы не терять время, мы пришли на военную кафедру. И если придется, то мы будем ее нести. Мои родины уже были в военном. И поэтому я хотела наследовать их. И быть похожа на них. Вот так. Я не жалею про свой починок. Мне тут подобается. И я, например, считаю это хорошим, что я тут. И я довольна, что я тут. Присяга вовсе не означает, что уже завтра молодые военврачи окажутся на Донбассе. Пока там в качестве добровольцев работают их преподаватели. А студентам нужно еще продолжить обучение по своей гражданской специализации. А многие из них уже помогают медикам в военном госпитале в качестве волонтеров. И еще собирают средства на снаряжение для 22-го батальона. Впрочем, говорит Николай Троценко, преподаватель и участник боевых действий. Если надо, его выпускники полностью готовы работать в полевых условиях. Умеют и стрелять, и лечить. Наши выпускники со своими обязанностями справляются всегда на отлично в любой горячей точке. У нас очень много выпускников, которые по два, по три раза побывали в горячих точках земного шара. Очень много выпускников работает на офицерских должностях согласно своей специальности. В любых силовых структурах. Очень много выпускников поступает в военно-медицинскую академию. Многие из тех, кто стоит в строю, из семей потомственных врачей. В том числе военврачей. Их родные не скрывают. Предпочли бы, чтобы дети, если бы и лечили военных, то в мирное время. Однако раз уж дали присягу, значит долг свой надо исполнять. И если прикажут, ехать в зону АТО. Ну, страшно, страшно. Бояться в лес не ходить. Ликарь. Взагалей мне очень хотелось, чтобы он был войсковым хирургом. Но как сейчас складывается, ну, как мы патриоты Украины. И поэтому не хотелось бы, но я уже доля ляжет. Военврачи – единственные военнослужащие, которые фактически принимают две присяги. Сначала дают клятву Гиппократу, а после присягают родине. Марина Николаева, Антон Калита, агентство телевидения «Новости». Вы смотрите «Новости АТН» и далее в нашем выпуске. Вот у меня долг, смотрите, по зарплате, долг в этом банке. 17,5 тысячи. Но я уже работник завода Щученко. У нас была задолженность, задолженность погасили. Деньги Киев перечислил в этот банк. Я не могу их забрать. Не могу забрать. Я уже хожу почти три недели. Забрать не могу. Временные трудности или очередной лопнувший банк. Конфликт вокруг золотых ворот обостряется. Я не могу, я сказать, я не соображаю. Плохо человек, плохо. Голова трубилась. ДТП на улице Шевченко столкнулись с Митсубиси и Форд. В кабачках превышение составили в 3,5 раза. В огурцах почти в 2,6 раза. В зеленых культурах в 1,3, в 1,4 раза. Неутешительные результаты проверок на харьковских рынках. Об этом через минуту. Временные трудности или очередной лопнувший банк. Работники бюджетных и коммунальных предприятий Харькова, а также завода Шевченко, уже более двух недель не могут получить зарплаты в банке «Золотые ворота». С депозитными вкладами та же ситуация. Конфликт обостряется. Возле главного управления банка «Золотые ворота» по проспекту Ленина очередь. Люди толпятся у банкомата, после возмущенно направляются ко входу в админздание. Там указ еще больше народа. Войти в помещение практически невозможно. Одни плачут, другие негодуют, третьи просят вызвать скорую. Уже больше двух недель, рассказывают люди, они не могут получить свои деньги. А это не только депозитные вклады, но и зарплаты, пенсии. Точнее, деньги выдают, но небольшими частями. Сначала, по словам людей, выдавали по 1000 гривен в сутки, потом по 500, и вот сегодня сумма снова снизилась. Должна получить только 2060 гривен. Ребенок инвалид. Вот внук маленький. Я бегаю, ничего не могу получить. Но это не возмутительно. Обращаюсь, если управляющие, говорят в командировке, никто. Сейчас сказали, можно получить 1000 гривен. Сейчас дают по 200 гривен. Ну вот сейчас вот банкомат, никто не берет. 200 гривен только дают и все. По информации украинских и зарубежных СМИ, банк «Золотые ворота» аффилирован к семье экс-губернатора Харьковщины Михаила Добкина. Так, среди акционеров финучреждения числится его отец Марк Добкин. Еще в 2010 году «Золотые ворота» в рейтинге украинских банков занимали 86-е место. И по результатам 9 месяцев того же года работы финучреждение показывало убыток в 23,4 миллиона гривен. Но при этом именно в «Золотые ворота» как раз с 2010 года приходит большинство зарплатных проектов области. В первую очередь бюджетники и коммунальники. Ранее многие из них обслуживались в банке «Базис», который обанкротился после этого добровольно-принудительного оттока клиентов. Интересно, что удачное пополнение клиентского портфеля «Золотых ворот» удивительным образом совпало с назначением на должность губернатора Михаила Добкина. И именно эти бюджетники, коммунальники и работники заводов, чьи счета без их согласия оказались фактически в губернаторском банке, сегодня толпятся у его ворот. Вот у меня долг, смотрите, по зарплате, долг в этом банке 17,5 тысяч. Я работник завода Шевченко, у нас была задолженность, задолженность погасили. Деньги Киев перечислил в этот банк. Я не могу их забрать, не могу забрать. Я уже хожу почти три недели. Забрать не могу. Все время то он не работает, то им часово не просилует. Подхожу, ну, тысяча гривен, все, больше мы не можем. Совет директоров так решил. Значительная часть долга, говорит Галкин, перед ним и его коллегами тоже образовалась во время губернаторства Добкина. Тот все время обещал рабочим, они вот-вот начнут получать прибыль. Завод будет выпускать электронные учебники для школьников Украины. Учебников нет и денег, как получается, тоже. Сегодня к банку пришло два десятка шевченковцев. У всех разные задолженности, от 8 до 30 тысяч гривен. Когда банк с ними рассчитается полностью, люди не знают. Им ситуацию никто не разъясняет. Как и журналистам. Комментарии банка «Золотые ворота» новостям АТН получить не удалось. По словам охранника, даже в головном офисе на работе сегодня только кассиры. Когда будут руководители, неизвестно. Все разъехались по командировкам. На официальном сайте финучреждения 28 мая появилась информация о том, что банк, цитата, столкнулся с проблемой массовых обращений клиентов и значительных оттоков ресурсов. И для поддержания ликвидности и обеспечения финансовой устойчивости банк обратился к НБУ с просьбой предоставить стаб-кредит в размере 100 миллионов гривен, который позволит полностью стабилизировать ситуацию. Конец цитаты. В НБУ проверяют эту информацию и прокомментировать ситуацию тоже пока не могут. Наталья Кириченко, Антон Калита, агентство телевидения новости. ДТП на улице Шевченко столкнулись с Митсубиси и Форд. Каравалевного водителя Форда забрала скорая помощь. На улице Шевченко две сильно разбитые машины – Форд Фиеста и Митсубиси Лансер со сработавшими подушками безопасности. На момент приезда съемочной группы АТН водителя Форда уже забрала скорая помощь. Водитель Митсубиси находился в шоковом состоянии. Я не могу сказать, я не соображаю. Плохо человек, неплохо, голова-то будет. Как рассказали очевидцы, Форд двигался по улице Шевченко, переехал в перекресток в сторону центра. И в этот момент в него врезался Митсубиси. Столкновение вышло очень жестким. Человек на ланцере завершал маневр, поворачивал налево. И не успел он повернуть, так как въехал лоб в лоб с Фиестой. Вот мы ехали сзади, тормоза в пол, чтобы не догнать Фиесту. Вот, вышли, сразу помогли человеку. Человек полностью в крови, голова пробита. И Карен, и еще один очевидец говорят, что Форд ехал на зеленый свет. А Митсубиси не остановился на красный, делая поворот с моста Чегирина на улицу Шевченко. Сотрудники ГАИ начали расследование аварии. Виталий Лапскир, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Ранние овощи, зелень, фрукты полезны только на вид. Уровень нитрата в них в разы превышает норму. Неутешительные результаты проверок на харьковских рынках. Ароматная клубника и черешня, аппетитные помидоры и огурцы, яркие пучки зелени. Овощные ряды на рынках сейчас самые многолюдные. Истасковавшиеся по витаминам покупатели внимательно присматриваются к цене. Она на первом месте. А вот продавцы особый акцент делают на качестве своего товара. Говорят, когда люди слышат, что в овощах и фруктах нет нитратов, то охотнее покупают их. А вы можете на глаз определять, есть нитраты горечки или нет? Вы знаете, ее больше на вкус, потому что там горечь присутствует. Специалисты Харьков Стандарт Метрологии утверждают, что нитраты присутствуют практически во всех овощах. Однако в ранних их больше всего, так как они выращиваются в парниках и теплицах, где проводится интенсивная химическая обработка. Определить уровень нитратов в том или ином продукте можно только с помощью специальных исследований. Недавно эксперты сделали контрольные закупки на одном из рынков Харькова. Проверяли капусту, редис, молодую картошку, кабачки, зеленый лук, укроп, петрушку, помидоры и огурцы. Результаты испытаний оказались неутешительными. В некоторых овощах, в том числе зеленых культурах, обнаружены значительные превышения нитратов. Так, в кабачках превышение составили в 3,5 раза, в огурцах почти в 2,6 раза, в зеленых культурах в 1,3, в 1,4 раза. По уровню содержания нитратов лидирует плодово-овощная продукция. Салат, шпинат, укроп, петрушка, сельдерей, зеленый лук. В столовой свекле и редисе, огурцах и капусте нитратов меньше, а самое низкое их количество – в яблоках и грушах. По заключению Всемирной организации здравоохранения, для человека безопасная суточная доза нитратов составляет не более 5 мг на 1 кг веса. Постоянное превышение этой нормы может привести к возникновению и развитию аллергии, нарушениям в работе щедовидной железы и желудочно-кишечного тракта. К тому же нитраты имеют свойство накапливаться в организме, вызывая хроническую интоксикацию. Поэтому специалисты говорят, что детям лучше не давать ранние овощи и тепличные фрукты. Да и для взрослых лучше употреблять дары теплиц после правильной обработки. Обязательно тщательно мыть овощи, в том числе зеленые растения, укроп, петрушку. Их нужно замачивать в воде на 15-20 минут. Если это корнеплоды, то их лучше почистить, порезать кубиками и перед обработкой их тоже замочить на 5-10 минут в воде, меняя несколько раз воду. Специалисты Харьков Стандарт Метрологии отмечают, что среди проверенной продукции была и чистая. А на некоторых рынках города работают собственные лаборатории, которые ежедневно следят за качеством ранних овощей и фруктов. К тому же жаркая погода уже позволяет выращивать зелень на открытом грунте. И значит, она будет более полезной. Наталья Кириченко, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. В Харькове готовы принять всех выпускников из Донецкой и Луганской областей, которые будут проходить внешнее независимое оценивание. Уже сейчас заявки подало 140 человек. Дополнительная сессия для выпускников Донецкой и Луганской областей на Харьковщине пройдет с 1 по 15 июля. Организовать пункты тестирования в городе согласились уже 12 вузов, среди которых университет имени Каразина, Харьковский политех, университет сельского хозяйства имени Петра Василенко и другие. Мы зателефоновали на всякий случай у два вуза и запитали, чи не смогли бы вы в Липне принять? Знаете, что, пошла ловина дзвенков. Уже не мы просим, нам пропонуют. Нам телефонуют ректоры и кажут, так давайте, если что-то мы в Липне разом поднадужимся, куда же мы денемся? Наши дети, Украина, они же ни в чем не виноваты. Помимо харьковских для удобства выпускников, появятся дополнительные пункты и в области. Правда, где именно, пока неизвестно. Однако, как говорят в центре оценивания, их точно не будет в Изюме и в Барвенково, из-за их близости к зоне АТО. Основной проблемой пока остается подбор персонала для июльской сессии, ведь большинство педагогов-наблюдателей будут в отпуске. Также не решен вопрос и с размещением прибывших выпускников, поскольку их точное количество определится только 15 июня, когда закончится регистрация на ЗНО. Когда мы будем видеть, сколько это людей, абитуриентов, которые хотят до нас приезжать, соответственно, мы будем обработать это вопрос с гуртожитками, снова-таки, вищие навчальные заходы, профессионально-технические заходы, которые имеют возможность влитку, особенно для размещения этих абитуриентов. Может, если это прикордонные районы, то батьки решат, что лучше каждый день приезжать до Харкова, сдать один предмет, вернуться до себя. Некоторые из выпускников уже находятся в Харьковской области, но пока живут у родственников или на дачах. Говорят, уехали еще, когда в регионах начались боевые действия, а потом решили остаться до окончания тестирования. Готовиться к сдаче тестов вдали от родных школ и учителей трудно, утверждают абитуриенты. Но другого выхода нет. Дома ситуация еще сложнее. И мы здесь уже на протяжении месяца живем. Ну и решили, я и так собирался в Харьков подступать, ну и сам сразу звонил, сдам, так как появилась возможность теперь перерегистрироваться, ну и поменять пункт сдачи. Вот. И поеду в июле, когда будет дополнительная. Ну, готовиться трудно, так как я занимался с репетиторами сюда в городе, но уже около полтора месяца не занимаюсь. Всего, по словам Александра Сидоренко, в Харькове готовы принять более трех тысяч абитуриентов из Донецкой и Луганской областей. Также в Харькове пройдут ЗНО и 40 выпускников крымчан. Однако они напишут тесты уже в июне, во время основной сессии. Лариса Говина, Алексей Антонов, Агентство телевидения новости. На этом все. Вся самая актуальная информация на нашем сайте atn.ua. В студии работала Александра Энтихоа. Всем хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин